наш эфир продолжает программа голос здравого смысла ли он майнштейн здравствуйте добрый день вот о чем не хотелось бы чтобы мы сегодня с вами поговорили вы наверно помните такого киев эллисон это ныне он генеральный прокурор штата миннесота когда-то был первым конгрессменом который принимал первый конгрессмен мусульманин давайте уточним такой то он подал исковое заявление в отношении наших лабораторий они назывались центры по контролю за к видам и несколько десятков таких лабораторий было открыто у нас и выясняется что но сначала они делали такие тесты для локально локальные тесты а потом решили что они расширятся и начнут сказать на всю страну действовать тем более что все это делается за наши денежки это десятки лабораторий это сотни сотрудников которые получали зарплату потом выясняется что на самом деле вот по показаниям одного из сотрудников он говорит о том что полученные образцы были запиханы в мешки для мусора разбросаны по офисному полу бывшие сотрудники рассказали что находили образцы в пакетах которым более 48 часов руководство давал ему указание фальсифицировать результат в общем деньги просто выкидывались это вот небольшая часть тех триллионов которые потратила правительство якобы на борьбу с к видом но мы знаем о том что где-то 150 миллиардов долларов а было украдено вот из той программы которая предусматривал дополнительные доплаты к людям которые получают пособие по безработице вы помните сначала 600 долларов в неделю каждому доплачивали потом 300 долларов а причем получатели находились в разных уголках не только соединенных штатах в америке не только в тюрьмах сидели но и в разных уголках мира в африке в азии где хотите и это вот говорит о том и вот сейчас байден со своей кликой пытались протащить еще один закон один закон они протащили там на один по моему point 2 триллиона долларов которые они называют инфраструктурный закон честно говоря и вот они так говорят вот мы будут двухпартийное решение мы построим мы и мне вспоминается те же самые лозунги которые произносились в 2010 году тем же байденом и тем же обамой триллион долларов на восстановление инфраструктуры результат мы знаем как эти мосты рушились так они и рушатся как были дороги разбиты так они разбиты триллион долларов почти потрачен так вот пытался он еще так сказать на 1.75 триллиона долларов программу протолкнуть себе посчитала что это порядка 4 5 триллионов на самом деле это я к тому что деньги тратятся просто безумно ну при этом конечно кто-то наживается кто-то просто нихрена не делает получает приличные деньги работая на правительство потом еще получают пенсию до конца дней своих которые индексируются постоянно в отличие от тех людей которые работали получая небольшую зарплату и сейчас вынуждены получать сейчас вынуждены получать так скажем social security пенсию которая которые пообещали в этом году проиндексировать на пять процентов правда не знаю как она на самом деле сраститься то есть колоссальные деньги отбираются у людей тяжело работающих и бросаются на ветер вот эта тема о которой бы я хотел чтобы мы с вами поговорили какие как правительство поступает и причем любая проблема которая возникает или создается скажем особенно это имеет отношение хотя республиканцы тоже так сказать не отличаются особой бережливостью но особенно это касается демократов либо проблема существует либо они ее создают и чтобы решить эту проблему они вкидывают туда колоссальные деньги проблема не решается потом они объясняют нам что недостаточно денег вбросили поэтому проблема не решилась вот о том как правительство ворует деньги у работающих и транжирит их вот это проблема который дал понятно ну примеров множество на самом деле президент линдон джонсон объявил по моему но он как вы знаете стал президентом после убийства смерти и джейм кей и значит помню на второй год он объявил программу которая называлась борьба с нищетой он сказал мы такие богатые у нас самая богатая страна в мире в истории человечества у нас много денег и мы как мы можем себе позволить значит чтобы у нас были нищие а к этому времени было определить на 13 процентов людей которые с точки зрения вот так сказать статистики назывались так сказать нищими бедная беднейшая часть населения а прошло с тех пор как вы понимаете довольно много лет и потрачено больше триллиона долларов уже программа до сих пор существует и борьба ведется но к сожалению количество так называемых нищих стало 14 процентов то есть то же самое то есть выкинули триллион долларов непонятно на что а как проблема это было так она и есть то есть явно явно надо бы ее было решать каким-то другим образом вместо того чтобы выкидывать деньги но значит почему это продолжается потому что огромное количество чиновников и огромное количество политиков получают от этой программы огромные доходы или просто живут или зарплаты или там так сказать что то еще такое либо политические какие-то моменты то есть эта программа пока у нас будет существовать так называемая политическая демократия никогда не будет отменена потом лет через 15 после этой гениальной программы была введена еще одна программа она называлась беспощадная борьба с наркотиками на которую уже тоже потратили чуть-чуть меньше чем триллион долларов а наркотиков на рынке все прибавляется и они становятся их их не только больше но и качественно они улучшаются и ушла усиляются имеется ввиду и количество их так сказать больше и больше то есть абсолютно бредовая программа борьба с наркотиками которая приводит к тому что наркотиков стало значительно больше значит почему она никогда не кончится потому что десятки сотни тысяч чиновников теперь уже в силовых ведомствах сидят и на этой программе живет в калифорнии было принято решение построить скоростной поезд мол вот китайцы взяли там три острова соединили там 200 миллионов человек живет на этих трех островах а они построили значит потратив 6 миллиардов долларов они построили такую скоростную железную дорогу которая сейчас обслуживает вот эти вот 33 так сказать острова китайские а и выделили такую же сумму и дорога эта должна была быть из лос-анджелеса в сан-франциско прошло два с половиной года и значит строители этой дороги объявили что они закончили первый этап а первый этап назывался так обсчет стоимости дороги я не шучу я все рассказываю как оно есть и предоставили а доклад о том сколько дорога должна в действительности стоит на вопрос сколько из 6 миллиардов потрачено денег на это ответ был 5 то есть они потратили 5 миллиардов долларов для того чтобы посчитать сколько будет стоить дорога на которую они считали они должны выделить 6 миллиардов и мол хватит для этого так вот по их расчетам эта дорога должна стоить от 30 до приготовились 100 миллиардов долларов точнее я не сказать не мог что произошло достаточно большое количество людей 25 года получала большие зарплаты остальное было разворовано а все программы которые государство начинает она они звучат очень очень часто очень красиво они необходимы они они что-то еще но как только программа озвучена и на нее выделены деньги то теперь не ангелы начинают этим заниматься а люди которые заинтересованы только в одну и вот по советски это звучит так если ты не украл на работе то ты украл у семьи вот они заинтересованы только в одном усидеть на своем месте и как можно больше денег утащить с работы свою семью чиновники что бы вы ни делали как бы вы не тесали у них камень на голове не знаю там они всегда будут тащить с работы домой у них нет другой задачи вообще это их жизнь их жизнь усидеть на месте продвигаться по лестнице и как можно больше утаскивать домой они сами ничего не зарабатывают они получают от нас деньги и эти деньги они теперь пытаются куда-то распихать так чтобы было поближе к дому поэтому значит гениальный совершенно человек которого звали эндрю голамбос это человек создатель одной из самых интересных теорий и философских теорий капитализма совершенно на уровне айн рэнд которая вам известна он выгод следующую аксиому когда государство объявляет какую-то программу то результат деятельности по достижению их цели всегда приводит к прямо противоположному результату ты же понятно мы его самим абсолютно вот чтобы они не делали чтобы не говорили у них всегда получается наоборот это аксиома которая выведена и доказано так что вот спасибо большое эндрю голамбос чудный таскать человек приехавший в америку из венгрии астрофизик который потом начал заниматься еще в философии и а вы должны понимать что любые деньги которые выдаем руки чиновников будут обязательно растрачены разворованы и потрачены на цели прямо противоположные тем которые нам рассказали я вот смотрю когда очередной проект осуществляется по ремонту скажем полотна дороги или там еще что не перекресток делается и вот мне кажется если бы правоохранительные органы взяли и проверили чисто взяли и проверили скажем городские или штатные контракты с какими компаниями правительство штата заключает договор и они бы обнаружили что это одни и те же там несколько буквально компаний и что эти компании вливают в избирательную систему тех кто позволяет вот эти контракты к те кто отдает эти контракты получают от них колоссальную сумму денег а если бы еще глубже копнули то они нашли бы в руководстве этих компаний или какие-то посреднические фирмы в которые так сказать контролируют их родственники ближайшие и так далее то есть коррупция до такой степени нагло ничего не боятся не боятся наказаний и стоимость этих работ ну профсоюз конечно вот это вот это так сказать я помню когда обама принимала свой stimulus package там законопроекте был даже прописано все контракты с правительством должны быть это было прописано в законе подписаны только с теми компаниями которые являются членами профсоюза которые все то есть это мафиозная структура ну в свое время мать я была мафия но так и называлась просто мафия это были преступники которые незаконным путем зарабатывали деньги потом это мафиозная структура перевоплотилась или так сказать отжала или воплотилась в виде профсоюзного движения но занимается они тем же самым незаконной добычей денег то есть обворовываются налогоплательщики налоги все время растут и из этих денег вот эта мафиозная структура в купе вместе с политиками так сказать очень славно пилят распиливают эти деньги если посмотреть стоимость работ которые выполняют одни и те же компании являясь членами профсоюза если предложить скажем любой другой частной компании то стоимость работ сократилась бы в разы буквально разы и все самое то самое то печальное что мы как бы начинаем к этому привыкать и воспринимаем это все собственно к этому давно привыкли и воспринимаем это в порядке вещей ни у кого это не вызывает возмущение не не так сказать не пресса по этому поводу особо не шумит правоохранительные органы вообще правоохранительные органы руководство точно также завязано на политическое руководство штата штата города страны и того подобное как и те самые фирмы которые все это называется рука руку морит и . да ну в данном случае я имею ввиду скажем у нас же есть и федеральные службы там скажем фбр а офис местный фбр который бы должен был расследовать вот подобные дела офис местный фбр что не находится в дружеских отношениях с местным политическим руководством тоже а кроме этого местное политическое руководство позаботило чтобы руководство фбр сверху сообщила чтобы очень хороших отношения с твоим местным руководством совершенно верно и вот но хорошо и мы все это понимаем и к чему это всех нас приведет к тому что америка как мы ее знаем финале развалится то что не могли делать враги то что не могли сделать бандиты и коммунисты и фашисты и того подобное сделают наши же собственные бюрократы бюрократическая машина разрастается и разрастается разрастается таких примеров можно привести массу если взять к примеру пандемии вот сейчас инициатива о которых сообщил зиц председатель он закупил 400 миллионов масок которые будут бесплатно розданы гражданам соединенных штатов америки но с точки зрения практического применения масок вернее этого акта она не имеет ровным счетом никакого значения вы же понимаете что маска пускай она там n95 для какая то это маска которую можно использовать в течение нескольких часов или может быть даже пары дней не знаю точно но это не вечная маска которую можно использовать ведь то есть человек бесплатно получил маску поносил ее какое-то время и потом должен выбросить ну будем считать что по две маски на человека можно теоретически получить маски эти на самом деле произведены в китае то есть сколько во сколько обошлась эта маска об этом не сообщается но вот судя по тому как на несколько миллионов ваш губернатор закупил китайских масок в свое время когда это ажиотаж был наш губернатор сделал то же самое причем несколько миллионов долларов денег отобранных у трудящихся нашего штата была отправлена в китай а до нас по моему эти маски так и не дошли где потерялись подах по дороге то есть деньги дошла небольшая часть но они все были абсолютно сам стандарт то есть они ничего не защищали и поэтому сделка была заморожена полу таскать миллионов 100 вы потеряли на этом деле калифорния но это потеряли вы потерял я потеряли жители калифорнии а тот кто конечно руководство штата только нашло нашло и вот и вот эти факты мир мерзейшие факты в то время когда люди так сказать испытывают колоссальные трудности особенно еще еще раз говорю о пенсионерах у которых фиксированный доход цены растут просто катастрофически на все я причем вот те цифры которые официально называются инфляция там 7 процентов я не знаю какой набор так сказать продуктов или чего входит вот чтобы посчитать семь процентов но вот когда пенсионер приходит в магазин что-то купить себе из продуктов он понимает что это не семь процентов это 15-20 я у меня довольно легко складываются цифры в голове и я там хожу я хожу мы с женой там раз в неделю садимся на автомобиль и таскать я в качестве пажа и водителя она спец шествует впереди и делаем закупки всякие но память у меня такая сказать довольно приличная и я помню сколько там что стоило там два месяца три месяца назад вот я гарантирую что скажем так называемых русских магазинах да там продукты питания там и тому подобное там минимум 15 а иногда 20 процентов выросли цен так вот позаботиться об этих людях вот те деньги которые они выбросили буквально на ветер которые они разворовали могли сделать жизни этих людей гораздо легче нет мало того из денег отпущенных так сказать на тестирование на то на все якобы на борьбу с к видом несколько миллиардов долларов розчерком пера зиц председателя было перенаправлено на обустройство нелегальных иммигрантов пару миллионов или пару миллионов с лишним которых перешли через границу на хаузинг то есть обворовали стариков и отдали деньги нелегальным иммигрантам чтобы они жили ну при этом их разместят где-то в каких-то может быть гостиницах может быть еще где-то и на этом опять кто-то наживется вот такая печальная у нас получается история с нашим правительством и вообще что касается коррупции невозможно бороться с коррупцией какими-то карательными мерами вот в китае тоже существует коррупция хотя у них довольно жесткие меры там и расстреливают убивают садят пожизненные так далее а единственный способ борьбы с коррупцией это не давать денег в казну то есть сократить правительство до минимум потому что когда нет бюджета такого огромного не из чего воровать а когда раздувается такой огромный бюджет тогда под шумок можно разворовывать миллиарды миллиардов разворовывать покупать голоса избирателей какие-то программы придумывать который как вы справедливо заметили который невозможно потом отменить она приводится как временная на самом деле это постоянное потому что только халяву которую дали человеку отобрать невозможно потому что человек возмутиться и в следующий раз он за тебя не проголосует за того кто отменил эту программу покупаются голоса избирателей а люди которые зарабатывают тяжело работают им приходится платить все больше и больше и больше уровень жизни все ниже ниже и ниже вот примерно такой результат да и под перед самым перерывом я скажу что вот тот же самый уже упоминаемый мной человек которого зовут эндрю галамбас он жены гениально вывел новую политическую систему вернее предложил новую политическую систему которую в отличие от политической демократии он назвал экономическая демократия и вот при экономической демократии сейчас не важно что это такое практически ничего государства не получает это единственный путь так сказать господа мы ушли на перерыв а после перерыва пожалуйста нам звоните сережа гласите телефон восемьсот сорок семь четыре ноль ноль пять два ноль ноль телефон нашей студии но уже после рекламы возвращаемся в программу лена майнштейна голос здравого смысла телефон студии восемьсот сорок семь четыре ноль ноль пять два ноль ноль если у вас будут вопросы пожалуйста звоните и задавайте ну и наверное к нашим событиям последних дней скану не скандала так сказать голосование попытка протолкнуть биби да кстати нам в ютюбе подсказывает наш слушатель владимир что себе справился опрос общественного мнения совместно с ее government пол 76 процентов американцев отвергают идею вот этого предложенного байденом биби биби 76 процентов давайте примем звонок потом вернемся к этой теме добрый день пожалуйста здравствуйте уважаемый ли он несколько вопросов людей которые сидят в результате 6 января я знаю что для того чтобы содержать террористов без суда и следствия что называется в неограниченном сроке было устроено гуантанамо то есть за пределами нашей страны каким образом внутри нашей страны могут люди сидеть уже больше года без предъявления обвинения и вообще как бы какие-то там у дюма железная маска сидела и неизвестно за что и неизвестно насколько времени еще как бы еще вопрос из далекого прошлого вот как вы считаете убийство кеннеди произвел один освальд или там были задействованы другие люди спасибо большое оба неслабых вопроса ну а значит насчет того что люди сидят 6 января я поздравляю нас с вами у нас стране появились политические заключенные а для пускать когда власть уже настолько уверена в себе что и ничего не грозит по крайней мере искать до до скажем потрясений типа выбора и прочее то она делает что она хочет вот она сейчас нам показала что в соединенных штатах америки самой когда-то свободной стране на земном шаре власть может делать все что хочет потому что все ветви власти включая и такие как выборные а прокуроры и газеты журналы этот искать мужа хорошо знаем там организации типа конгресс сенат белый дом и т.д. все они находятся в руках у тех людей которые готовы ради политических и идеологических целей они готовы поступить конституции законам всем остальным то есть у нас сегодня ситуация при которой определенная часть признаков того что называется тоталитарное государство уже присутствует это ответ первый насчет убийства кеннеди а если бы это стрелял один освард и и если бы только он один в этом участвовал то мы бы давно знали все подробности значит факт того чтобы все время чего-то не зная нам себе обещают что-то открыть рассказать и тогда говорит о том что что-то там не то то есть что не знаю но что-то не то то есть для меня это означает что кроме осварда а может вообще его суд этом не присутствовал но искать кроме теории осварда есть еще много других возможных вариантов спасибо и так возвращаясь к биби бик возвращаясь голосованию по поводу изменения правил сената возвращаясь к голосованию туда же были включены законы люиса законы по федерализации выборов или проще говоря законы по легализации нелегальных выборов на самом деле все что использовалось целью так сказать украсть выборы все это хотят легализовать хотели легализовать и все это так сказать провалилась благодаря всего лишь двум демократам то есть на самом деле это катастрофа когда мы находимся от официально признанного тоталитарного государства на расстоянии голосов двух демократов то есть можно было предположить что в сенате найдутся какие-то демократы сенаторы у которых ну и не знаю инстинкт самосохранения сработает потому что то что они предлагали не пользуется популярностью у большинства населения америки сенатор космонавт келли который вынужден был из аризоны который вынужден был проголосовать за так сказать предложение демократов я думаю что он за этом скорее всего так что и поплатится своим местом сенате поскольку выборы будут проходить не по лекалам прописанным демократом которая позволяет им фальшив фальсифицировать выборы а выборы будут проходить более или менее так сказать справедливо я думаю что избиратели аризоны отреагируют правильно на его купить тебя можно было очевидно за какое-то количество там либо зеленых либо от других обещаний потому что он взлетел над землей выше чем другие не означает что порядочный человек да потеряет свое место в сенате возглавит нас будет получать такое дадут его взамен такое за что собственно и купили его голос колячать и волноваться если там что-то то вот если ты не сделаешь этого тогда мы тебя выкинем это все а если ты сделаешь то вот ты скажи там получишь синякуру какой-нибудь там на миллион долларов зарплаты там и и почетное место ну хорошо значит давайте попробуем углубиться да вот вот во всю эту ситуацию а что хотели сделать демократы они хотели поменять федеральные правила проведения законов у нас на самом деле государство то так сказать штат стоит это государство а наше общее федеральное так называемое собрание это добровольное собрание государств у которых у каждого есть своя методика как они приходят к выводу кого они хотят послать их представителями на сказать управлять страной да или советовать как управлять страной и каждое государство каждый штат по-своему это делает один так другой сяк так сказать можно говорить а нужно унифицированную систему почему нужно кто сказал что нужно мы уже имели унифицированные системы советском союзе всех унифицировали поэтому то что предлагалось отцами и основателями именно каждый штат является лабораторией если в этом штате что-то хорошо получается собеседничать могут все остальные а если в этом штате что-то провалилось то все знают что не надо идти в эту дорогу потому что ты провалился провелось не все государство борелся только один что вот на сегодняшний день мы имеем следующую ситуацию каждый штат выстав выставляет только значит единственное до чего штата договариваются это какое количество представителей на голосование так называемых выборщиков ты если мы говорим о президентских выборах скажем да то ты ты выставляешь а и каждый штат решает каким образом ему это сделать то что пытались сделать демократы абсолютно нарушила бы эту систему привело бы ее в состояние при котором не возможно контролировать сколько всех проголосовала сколько раз голосовал один тот же человек кто принес этот бюллетень а почему одного человека оказалось 10 тысяч бюллетеней которые привез на машине и свалил а сейчас их надо почему-то считать и т.д. то есть практически это навсегда внесло бы полный хаос выборы и позволило бы тем людям которые на данный момент имеют большие возможности вбрасывать так сказать и пересчитывать голоса что называется навсегда остаться у власти чем я думаю большинство демократов и прямо к Öz oversee нельзя они дальше своего носа не могут смотреть они не знают что было французской революции как всех тех кто делал революцию потом уничтожили они знают что было во время кроме левской революции то есть в англии когда всех ты делал революцию уничтожили Они не знают, что было в Советском Союзе, когда все те, кто делали революцию, были полностью уничтожены сначала Лениным, а потом Ленинская гвардия Сталином и тому подобное. И произошел полный захват власти где-то якобинцами, а где-то сталинистами, а где-то кем-то еще. Они считают, что если они останутся наверху, то все, теперь они навсегда наверху. А то, что могут их однопартийцы их схужить и послать на костер или сделать с ними то же самое, что они сделали с Бухарином, Зиновьем и Троцким, то это они не понимают. Вот для того нам повезло, и действительно это ужас, это кошмар, что вся демократия держится на двух людях. Демократия Соединенных Штатов Америки сегодня держится на одном представителе в Сенате от штата Вирджиния и на одной представительнице штата Аризона. Точка. Вот на этом сегодня держатся наши права, наша демократия, наше все, что угодно. Когда республиканцы выставили так называемый филибастер, я не знаю, нужно рассказать, что это филибастер или нет, это потом Сережа скажет, что надо рассказать или нет, то единственным способом перебороть этот филибастер, а перебороть надо 60 голосами, стало отменить филибастер вообще, для чего нужно 51 голос. И тогда Шумер и его коллеги обратились ко всем своим коллегам в Сенате и сказали, а давайте мы отменим филибастер. Несколько человек заворчало, а тогда они сказали, а знаете что, давайте мы сам филибастер иметь не будем, но давайте проголосуем, чтобы отменить филибастер для принятия этого одного закона. И вот тут взбрыкнулись два сенатора, которые, так сказать, говорили, нет, нам нравится менять, так сказать, что мы поменяем закон голосования на филибастер, нельзя отменять, потому что если мы его даже на один раз отменим, придут республиканцы во власть, они в какой-то момент обязательно придут, и тогда полностью все наши попытки предотвращать какие-то законы, которые нам не нравятся, будут игнорироваться, потому что каждый раз будет делаться то же самое, что мы сделали, а именно отменяться филибастером для этого конкретного закона. Точно так же, как они проделывали это с судьями, им удобно было, а потом начали рыдать горькими слезами, когда пришел Трамп и выяснилось, что он сказал, а, вы это делали, мы это тоже будем делать, все, пожалуйста. И на этом, так сказать, засунули, слава богу, семь там человек, сейчас более не менее, скажем, так сказать, там, республиканцев, даже не республиканцев, консервативного направления и трое отчаянно, так сказать, демократическо-прогрессивно-коммунистического направления. Так вот, два человека не согласились с тем, чтобы отменять филибастер, а значит, практически все три знаковых реформы, которые предлагал Белый дом Байдена, ну, вместе с Конгрессом и Сенатом, естественно, это BBB, Build Back Better, это, значит, голосование, которое они пытались провести так, чтобы стать навсегда однопартийной системой, и это отмена филибастера. Все три программы полетели, и на сегодняшний день, кроме того, что они уморовали 1-2 триллиона долларов у населения, они ничем похвастаться не могут. Ну, на этом они оружие не сложили, руки не опускают, они заявили. Нет, конечно, так хочется украсть еще до ноября, до января, на самом деле, до января, когда придет новый конгресс, избирать будут в ноябре, а придет он там 5-6 января, значит, 23-го года, вот до этого времени они надеются еще триллиончик-два, слямзать. Байден сказал, ну, может быть, неудачно выразился, поскольку Пелоси сказал, что это забавное выражение, разбить вот эти законы на кусочки, вот этот BBB, на кусочки, а потом собрать вместе, и вот, так сказать, как отреагируют, то есть вкрапить туда какие-то вещи, которые его могли заинтересовать кого-то из тех, кто голосовал против, то есть они все-таки надеются, что нечто подобное сделать под другим соусом, по-другому назвать это, так сказать, поменять название, но смысл сводится к одному, потратить деньги, которые можно украсть. Ну, конечно, они либо будут воровать с помощью увеличения налогов, либо будут занимать у Китая, отдавать надо будет не им, а нам, и с процентами, а украине, либо они будут продолжать печатать деньги триллионами, что девальвирует там наши деньги невероятно совершенно, и на 100 долларов, если мы могли купить, я не знаю, там два пирожка с мясом, то сейчас можно будет купить там один пирожок с мясом, то есть у половиницы, например, да, то есть это то, что делает нам инфляция. Давайте попробуем принять звонок. Программы, которые, вот программы, которые ведут, опять хочу вспомнить Галамбуса, да, сегодня день такой начала вспоминать чего-то, это один из любимых моих, к сожалению, у него начался Альцхаймер довольно рано, и он не довел свой труд, теория, у него была теория property, теория property, имущество, теорию имущества, он совершенно гениально написал, и я был хорошо знаком с, ему было тогда под 90 лет, его главным лектором его института, у него был такой институт экономического развития, и совершенно замечательные люди, я встречался с несколькими преподавателями фантастическими, Так вот, Галамбус совершенно точно сказал, все, что делает государство, все, что делают чиновники и бюрократия, всегда дает результаты прямо противоположным тем, которые они анонсировали. И вот каждый раз мы видим это, каждый божий раз. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, вот я хочу спросить, вы помните, когда Байден выступил, еще перед выборами, что создана великолепная кампания по фальсификации выборов, и действительно они это доказали. Почему демократы так сильно волнуются, ведь они же могут сделать все, что угодно, опять через серверы, через Европу, поменять все, кто нашел справа с налево. Спасибо, я послушаю по радио. Они так волнуются по одной очень простой причине. Вот то, что вы рассказываете, этого не было. Дело в том, что вам немножко уже теперь правые товарищи от ошаления и тому подобное заморочить голову. Не было никакого нападения ЦРУ на какие-то пункты, где демократическая партия в Германии что-то такое там делала. Не было вот этой сети компьютеров, которые проникли всюду, там и т.д. и т.п. Не было ничего этого. Был ли обман? Да, был обман. Обман был на местах. И обман был в том, что 4 года, особенно последние полтора, вся пресса, все средства о своей информации, все социальные сети и тому подобное, лгали, 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 врали о Трампе и о республиканцах и не давали никакой отрицательной информации. То есть, опять же, врали о демократах, о Байдене и тому подобное. То есть, все, что происходило в медийном пространстве, все, что происходило, даже так называемые дебаты, которые из трех были два, и оба они были поразительно подтасованы. С чего мы перестали все смотреть Fox News сначала, потому что представитель Fox провел дебаты таким образом, что стало понятно, за кого они борются. А во-вторых, в день выборов они взяли и просто продали, предали, продали и прочее всех своих, не Трампа, нет, всех своих слушателей, зрителей, слушателей и тому подобное. Так вот, то, о чем вы говорите, этого не было. А было другое. И вот это другое, сейчас уже два года, почти два года, значит, республиканская партия готовится к тому, чтобы этому предстоять, я знаю точно, и у Сережи бывало здесь один из людей, который там работает в этом штабе, Рутенберг, по-моему, ее фамилия, да, Сережа Бураловна, на интервью, нет? Да-да, Марина Рутенберг. Она просто, так сказать, она юрист, она, так сказать, в этой тусовке, то, что называется, да, и готовились очень тщательно к выборам в ноябре, и, как видите, выборы в ноябре показали в Вирджинии, в Нью-Джерси и в Айове показали, что присутствие большого количества республиканцев, наблюдателей, юристов, штабы организованные, проверка, что приходит в места, где считают, обязательное наблюдение там, никто не соглашается никуда уйти, когда кто-то из демократов говорит, так, все уходим, все уходим, все уходим, никто не уходит, сразу же звонят в руководство свое, и, так сказать, юристы начинают общаться с тем людьми, которые пытаются убрать наблюдателей республиканцев оттуда. Я не хочу сказать, что не обманут, но, если вы видите, они панически пытаются сейчас придумать что-то новое. Может, придумают, я не знаю, но, по крайней мере, то, что один раз работало, не совсем у них получится теперь. Кое-что получится. Билл Ралли, помните, на Факс Ньюс такой был, но Спинзон, я смотрел его интервью с мистером Клейном, кто был, в свое время работал на правительстве, сейчас он преподает в университете и работает в одной из ланфопрофит-организаций, которая ведет расследование по поводу деятельности господина Зукерберга. То есть цифра называлась давно уже о том, что вот он там почти полмиллиарда, 400 с лишним миллионов долларов. И она была как бы дана законно, но таким образом, чтобы очень помешать республиканцам и очень помочь демократам. Это называется, так сказать, не совсем то, как это называлось и списывалось с налогом. То есть это был фронт. Значит, вот господин Клейн, я просто слушал его, был в свое время генеральным прокурором Арканзаса. Так вот он говорит, что как бы Зукерберг законно передал эти деньги двум организациям, намфопрофит-организациям, которые, в свою очередь, платили зарплату государственным чиновникам, ответственным за выборы, что является грубейшим нарушением закона, причем нескольких законов сразу. И, похоже, для него, для Зукерберга это пахнет неприятностями. И довольно серьезно, если ему... Мне очень сложно себе представить, что у него будут неприятности. И у него будут неприятности только если его кинут его же коллеги, которые захотят скушать его часть интернета. А я думаю, что... Вы знаете, что я почему так думаю, что ему это грозит какими-то неприятностями? Мы с вами уже, по-моему, говорили о том, что Фейсбук стал более... Ну, приоткрыл свои двери для альтернативной точки зрения в отношении пандемии. То есть, если раньше глушилось все на корню, чуть что тебя сразу блокировали, удаляли и так далее. Сейчас я на Фейсбук нахожу достаточно много информации альтернативной. Не, так сказать, не в унисон с глобалистами, не в унисон с чиновником, который получает зарплату больше, чем президент Соединенных Штатов Америки. Я имею в виду доктора Фауста Фаучи. То есть, вот такой информации на Фейсбуке стало появляться все больше и больше. Открытое письмо, в частности, главного иммунолога Тель-Авивского университета Ихуда Кемрона. То есть, оригинал есть, перевод на русском языке, это по-прежнему там находится. Который говорит о том, что вся кампания, проведенная по борьбе с ковидом, не имеет, так сказать, никаких положительных результатов. Это все БиЭс. И еще интересно, Джим Джордан задавал вопрос во время слушаний. Скажите, сколько человек работает, скажем, в Национальном институте здоровья и вот в CDC? 33 тысячи человек, чиновников, работают в этих конторах с бюджетом в миллиарды долларов. А почему не проводилось никакого исследования в отношении естественного иммунитета? А потому что это им не нужно. Их задача продавать гребаную вакцину. Все. Вот это основная цель и задача. Продавать вакцину, никакого лечения. Опорочили, так сказать, врачей, которые лечили своих, реально лечили своих пациентов. Не этот штимп, который получает полмиллиона долларов, так сказать, в год зарплату, который забыл, как стетоскопом пользоваться, чиновник хренов. А врачи, которые в госпиталях лечат своих больных, тысячи больных вылечили ковидом, их блокируют, их увольняют с работы, их увольняют из госпиталей, им грозятся лишить лайсенса. Это преступление. А еще по поводу детей. Ведь ни для кого не секрет уже это признают, что у молодых людей там миокардит или там что-то еще, какие-то болезни сердечные в результате, полученные в результате прививок именно. Об этом идет речь. И тем не менее, они настаивают на том, создают такие условия, что дети вынуждены либо, так сказать, тестироваться каждый день тестами, которые ни хрена не показывают. Там 50-60% может быть соответствуют действительности, а остальное все непонятно, какой результат. Либо они должны тестироваться, либо они должны обязательно уколоться. Это мало того, что они отняли у них два года, по сути дела, жизни нормальной, где дети формируются, мозг формируется, психика формируется, знания формируются, так они их еще и физически пытаются уничтожить. И это страшно. Для меня это просто запредельно. Ну, видишь, если ты не украл на работе, ты украл у семьи, оказывается, важнее, чем все остальное. Леон, огромное спасибо, как всегда, очень интересно. И всегда с нетерпением жду встречи с нами, как, собственно, и все наши радиослушатели. Спасибо большое, до свидания. Всего самого наилучшего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова